МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Отростков к вековым древам". Сотрудники госполкома приняли участие в зеленой акции. Задал тренд, от которого отказаться невозможно. Какие деревья высадили? Школьные товарищи. Двое могилевчан орудовали на одном из предприятий города. Своим бывшим одноклассникам похищал шины. Каков ущерб? Октябрь позади. Динамо Шинник завершил домашнюю серию. Забрали почти максимум. Когда бобры вернутся обратно. А также перспективы развития и наша милиция нас бережет. Департамент охраны отмечает день рождения. Сколько стукнуло от делу? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. АПК на радаре. Александр Лукашенко заслушал доклад об эффективности работы агропромышленного комплекса. В рабочий кабинет президента были приглашены вице-премьер, глава профильного ведомства, губернатор Минской области и председатель Мингорисполкома. Александр Лукашенко обратил внимание, в стране уже многое сделано, имеется опыт, но важно определиться, как действовать дальше. Глава государства отметил, главное – работа. Особенно это важно в канун предстоящих выборов. Мои коллеги, даже главы государства, ну, не страдают же некачественными продуктами, конечно. Наверное, качественно употребляют. Они говорят, ну, то, что у вас в Беларуси, и даже иногда так шут, говорят, ну, пришли попробовать. Я говорю, с удовольствием, это же реклама. Поэтому мы научились это делать. Но пока мы вот вышли на какую-то горизонтальную прямую и выше прыгнуть не можем, а надо будет прыгать. И это главная наша задача и обещание белорусскому народу в этот предвыборный период. Также белорусский лидер напомнил о необходимости завершения уборочной кампании в срок. Работы должны быть выполнены до 7 ноября. Сейчас, по словам министра, дорабатываются последние гектары. Старые знакомые. В Могилеве бывшие одноклассники похищали шины из автотранспортного цеха. Оперативники БЭП выявили факт хищения в одной из организаций областного центра. Установлено, похищены материально-технические ценности на сумму более 2000 рублей. Установлено, что 35-летний начальник цеха по предварительному сговору со своим бывшим одноклассником похищал шины. Могилевчане в рабочее время, используя служебный транспорт, вывозили товарно-материальные ценности за территорию организации. При попытке их продажи они были задержаны оперативниками. Имущество изъято и возвращено владельцам. За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями возбуждено уголовное дело. Каждому подреву коллектив Бобруйского горисполкома принял участие в республиканской акции «Дай лесу новое житье». Роман Костюков присоединился к благому делу. Локацией стало Петровическое лесничество. Общая площадь культур в хозяйстве – порядка 127 тысяч гектаров. Природный состав также богат. На территории – сосна, ель, береза, осина, ольха. В данный момент мы выполняем здесь производство лесных культур. Будут называться они, выполненные осенью 2024 года. Два лесокультурных сезона у нас. Лесные культуры смешанные. Из двух пород состоит схема смешения. Это 60% сосны и 40% ели. По данному типу условий местопроизрастания – это оптимальный вариант. Большая команда Бобруйского горисполкома с самого утра на просеке. Задача – восстановить этот уголок большого лесного фонда «Синеокой». В арсенале – посадочные мечи, молодые саженцы. Без малого – 6 тысяч насаждений на площади в 5 гектаров. Сегодня команда Бобруйского городского исполнительного комитета в составе более 40 человек приехала в Петровическое лесничество для того, чтобы восстановить посадки леса. Мы сегодня высаживаем ель, сосну, большой дружной командой. И надеемся, что через много-много лет здесь будет большая сетущая поляна. К дружному коллективу присоединились сотрудники Минского тракторного завода во главе с генеральным директором. Этот выходной день более 40 человек из команды МДЗ решили провести с пользой для окружающей среды. Президент, активно участвуя и понимая необходимость помощи лесничеству, задал тренд, от которого отказаться невозможно. Граждане республики могут и должны работать в одном направлении. И эта акция как раз-таки по восстановлению природы ярко этому доказательству. Республиканская добровольная акция «Дай лесу новое житё» проводится по инициативе Минлесхоза с 12 октября по 12 ноября. Его главная цель – восстановление участков, поврежденных сильными ветрами в июле этого года. Роман Костяков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Мастер-класс по набору очков. «Диномашинник» завершил октябрьскую домашнюю серию двумя встречами с Хорс-Карелии. Как это было? Смотрите в нашем материале. Первый поединок с кондопурской командой вряд ли назовешь жаркой игрой. Единственная шайба в воротах соперника за авторством Дмитрия Хабяна стала самым ярким акцентом встречи. Итоговый счет 1-0 – редкость для хоккейных баталий. Как-то чего-то не хватало все-таки, наверное, нашим игрокам. Ну, надо более, наверное, в пас играть, больше бросать, мало бросали. Конечно же, команда старается, забили первую шайбу, зрители очень рады. Верим, что дальше будет лучше, но верим в команду, болеем за шинник. Болельщики верили и их любимцы не подвели. На вторую игру подопечные Андрея Михалева вышли с желанием рвать и метать. К тому же соперник за сутки, кажется, осмелел. Стычки, конфликты и травмы сопровождали тонкой нитью до конца встречи. Однако не это главное. Лучшее трибуны увидели на табло. 8-1. Сразу семи игрокам «Динамо» удалось отличиться, а Илья Лохнов и вовсе оформил дубль. Эмоции только положительные. Победили последняя домашняя игра. Много голов, много эмоций. Порадовали болельщиках. И все, сейчас пауза, отдых. Но цену домашнюю серию отлично. Забрали почти максимум. Так что в этом плане мы молодцы, я считаю. На протяжении всей домашней серии игроки Бобруйской дружины отличались индивидуальными достижениями, бомбардирскими и ассистентскими свершениями, сухими играми. За это время Николай Солога и Антон Круповец присоединились к Минскому «Динамо». Вратарские подвиги подхватил Евгений Прохоров, который отстоял первый матч с Хорс-Карелии на ноле. Во втором показал исключительную надежность. На каждый сейф – овации с трибун. Болельщики, они так шумят, что иногда даже, когда подсказываешь своим защитникам, себя не слышишь. Болельщики – это, конечно, наш шестой игрок, как говорится. Они всегда нас подбадривают в любые моменты. Проиграли мы, выиграли. И всегда гол на арене – это очень приятно слышать. Они все за нас, есть «Бобрусь» за нас. По итогам домашней октябрьской серии «Бобры» набрали 11 из 12 возможных очков. Теперь же «Бобруськ» арена ожидает долгий перерыв. В следующий раз команда вернется на родные трибуны лишь 28 ноября. Теперь же игрокам предстоит отправиться в сборные. А после – выездные игры с московскими «Динамо» и «Спартаком», лидерами западной конференции «Золотого дивизиона». Роман Костяков, Максим Калинин, «Бобруськ» 360. 72 года на страже. 29 октября – профессиональный праздник отмечают сотрудники Департамента охраны. В этот день праздничные аккорды сменяются спортивными баталиями. Турнир по футболу между сержантским составом батальона милиции и офицерским Бобруйского отдела Департамента охраны – тому самое настоящее подтверждение. Борьба за мяч на протяжении всей игры. Это командная игра, здесь каждый играет роль очень важную, как и в принципе у нас на работе. То есть нет у нас слабых звеньев, все играем одно целом в команде. У нас очень известная команда нашего подразделения, они чемпионы города. Наши сотрудники Бобруйского отдела неоднократно входят в состав сборной области и выигрывали чемпионат Департамента охраны. Надежность, безопасность, профессионализм – неизменный девиз Департамента. За эти годы сделано очень многое. Правоохранители всегда отличались исключительными профессиональными качествами. Это те, кто поможет мгновенно. А доверие людей – самая высокая оценка деятельности. С сегодняшнего дня свою профессиональную физическую подготовку они будут оттачивать в новом спортивном зале. С физической подготовкой у нас все хорошо, но ее нужно подтянуть, чтобы при поступлении каких-то задач мы смогли выполнить любую поставленную задачу нашего главного командующего. Поэтому и этот спортзал, и сегодня этот спортивный матч, на котором вы присутствовали – это все подготовка сотрудников к выполнению задач на службе. Так как у нас появилось новое помещение с новым оборудованием, я думаю, что это положительно отразится на качестве выполнения служебных обязанностей наших сотрудников. И на повышение, скажем, уровня соревнований на каких-либо стартах областных, республиканских. За эти годы в Бобруйском отделе Департамента охраны воедино переплелись опыт ветеранов, судьбы молодого поколения, профессионализм сотрудников и сложившиеся традиции. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»!